здравствуйте дорогие друзья в этом видеоуроке мы будем изготавливать гипсовые тяги по радиусу радиус не гипсовые тяги или молдинга как вы хотите называйте главное здесь идея циркуля чтобы вы посмотрели сделал я его из хомута трубы и закрепил на один шуруп чтобы циркуль мог подниматься на конце тяги я прикрепил наш шаблон которым я тянул прямые тяги и буду изготавливать радиусную гипсовую тягу радиус нужно выставить по длине которая вам необходима еще раз повторяю главное сама идея циркуля он должен вас подниматься и быть жестко закреплен и крутится и длина радиуса не должна изменяться вот я помечаю на столе карандашом где у нас будет находиться сама тяга середина для того чтобы туда нанести гипс первый раз и положить малярную сетку армирующую для гипсокартона стол обязательно мы смазываем смазку я еще раз говорю делаю из обыкновенной алии на литру алии даю три восковых свечи растапливаю это на огне наша смазка готова смазка предназначена для того чтобы наша тяга легко отделялась от рабочего стола после ее изготовления размешиваю гипс миксером не пользуюсь при таких объемах мало гипса миксером больше разбрезаете скрутил три электрода и вот вручную размешиваю размешиваю до консистенции сметаны вот наношу по линии идея начертил карандашом немножко гипса и утапливаю в середину армирующую ленту проверяю чтобы не зацеплялась за шаблон чтобы она не мешала вы можете себе изготавливать тяги и полностью по кругу 360 градусов если вам так необходимо просто их надо будет разрезать мне просто нужно было длина 30 сантиметров поэтому я вот сделаю здесь только часть можно делать на арку 180 градусов четко отрезали у вас будет идеальная ровненькая тяга по арке здесь видео я немного укорачивал вам смысл уже изготовления гипсовых тяги понятен из моего первого видео где я делал прямую тягу ну все принципе мы просто приступаем сейчас к изготовлении в самой тяги тот же самый порядок как при изготовлении прямой тяги добавляем гипс пока будет подсыхать первый слой мы будем еще раз приготавливать гипс шаблон мы обязательно чистим видите да тяга должна подниматься на циркуле иначе как же вы ее поставите на форму или если вам нужно переместить поэтому закреплена возле основания циркуля на один шуруп длину она нам менять не будет но позволяет поднимать и опускать наш циркуль излишки гипса удаляем с рабочего стола он подстывает и будет нам мешать значит здесь я видео ускорил потому как вам уже понятно что делать тяга подсыхала мы приготавливали второй раз гипс добавляем снимаем гипс который выступил на края тяги можно добавить на нашу форму на тягу вот это тут грязный гипс я уже выбрасываю отход будет будет гипса у вас всегда это вы же не заливаете форму когда вы отмерили сколько вам надо по объему здесь вытягиваете поэтому так и называются гипсовые тяги а не молдинги опять размешиваю гипс это буду добавлять там на верхушечке со стола опять же удалил лишний гипс здесь тоже время изготовления тяги тоже у меня получилось 20 минут но видео я обрезал по времени занимает что радиусная тяга что прямая одинаковая изготовление тяги в смысле здесь я увеличиваю вы видите на сверху тяги есть еще неровные края поэтому я добавляю гипс именно на те места где нам нужно добавить протягиваем и опять же подсыхает подсыхает на буквально 30 секунд меньше минуты гипс быстро схватывается используя гипс g5 для внутренних работ вполне достаточно еще остаются видите вот вмятины натягиваю на верхушке на вот этом полукруге мешаю гипс и конечно немножко нужно на эти ямочки гипс добавить видите прямо по самой верхушечки поливаю гипс видите консистенцию гипса повторяю густой гипс будет вам заворачиваться сам шаблон будет его просто рвать поэтому шаблон я делаю металлический чтобы он был как бы срезал гипс они пластиковый еще раз немножко добавим прямо со стола на гипс и протягиваем принципе вот здесь уже тяга мы видим у нас готовая но если посмотреть ближе вот я показываю есть небольшие такие мелкие царапины которые после высыхания можно зашкурить наждачной бумагой но лучше сделать еще жидкий гипс почти вода жидкий кефир скажем так и еще раз протянуть ну вот так вот мы изготавливаем гипсовые тяги в принципе я думаю вам понятно потом после высыхания конечно тяга снимется удалится края обрежется по длине примеряете как и звучит как обыкновенный молдинг подрезаете по углах как вам необходимо все установку тяг я сниму отдельное видео да вот добавляю на царапинки потому что комочки есть гипсе и они при снятии гипса при протягивании шаблоном царапают нашу тягу